Чуть более двух тысяч лет назад в маленьком палестинском городке Назарете жила юная дева Мария. Отличилась она ангелеской скромностью, была чиста, невинна и всей душой любила Господа. И Бог воистину наградил ее за любовь и преданность, избрав ее для величайшего таинства, рождения Сына Божьего, Спасителя мира, Иисуса Христа. И явился к деве Марии небесный вестник, архангел Гавриил, и возвестил ей «Радуйся, благодатная, Господь с тобою, благословенна ты между женами». Смутилась Мария, раздумывая, что ж значат эти слова ангела. А это были первые слова благой вести, что принес Гавриил не только Марии, но и всему человечеству. И сказал ей ангел, «Не бойся, Мария, ибо ты обрела благодать у Бога, и вот зачнешь в очреве, и родишь сына, и наречешь ему имя Иисус. Он будет велик, и наречется сыном Всевышнего, и даст ему Господь Бог престол Давида, отца его, и будет царствовать над домом Иакова вовеки, и царству его не будет конца». Осмелев, Мария молвила, «Как будет это, когда я мужа не знаю?» На что ангел ей ответил, «Дух Святой найдет тебя, и сила Всевышнего осенит тебя. Помни, у Бога не останется бессильным никакое слово». Мария, увидев в словах ангела волю Божью, дала слово, «Се, раба Господня, да будет мне по слову Твоему». И считается, что в момент ее согласия и произошло непорочное зачатие ею Иисуса Христа. И это евангельское событие, возвещение Архангелом Гавриилом Деве Марии о будущем рождении по плоти от нее Иисуса Христа, легло в основу большого христианского праздника – Благовещение, что празднует сегодня Православная Церковь. Благовещение Пресвятой Богородицы Благовещение Пресвятой Богородицы